Слава Украине! Привет всем от Полонского! Сегодня всех просто убил своим, или вчера это было не столь важно, своим высказыванием Арестович, который не моргнув глазом заявил, что он русский, и он выбирает принадлежность к этой цивилизации. Ну, я сейчас передаю его слова, может быть не дословно, но смысл точно передам. Итак, Арестович говорит, я выбираю принадлежность к этой цивилизации за честность, справедливость, правду, свет и еще что-то там такое. Совесть, совесть, да. Совесть у них такая вот. Вот за это он выбирает эту цивилизацию и там продолжает, что у меня мама полубелорусская напряжется, Лукашенко полурусская, а сам я, папа еще кто-то, а сам я, в самую последнюю очередь упоминает, что он гражданин Украины, но он выбирает русскую цивилизацию за правду, свет, совесть и справедливость. Вот это такая цитата Арестовича. Как там себя, все его любители чувствуют хорошо. Ну, насчет того, что он балабол, это одно дело, и нарцисс там такое дело. Но, понимаете, он еще и лжец, потому что, ну, правда, свет, совесть, справедливость о российской цивилизации, о русской. Во-первых, давайте разберемся, русской цивилизации никогда в жизни не существовало, начнем с этого. Была московицкая, ну, цивилизация ее назвать довольно сложно, потому что единственное, чем она отличалась, это врезанием людей. Московицкая цивилизация существовала до 1721 года, когда один из царей московитов, Петр I, с Бадуна выдумал Россию. До этого ее не существовало просто вообще никогда. И Арестовичу об этом прекрасно известно. Но он говорит о какой-то там цивилизации. Это, посмотрите, его диалог с латыниной, кажется, ее фамилия, в описании к данному ролику, ссылочка, послушайте, там краткая выдержка, дает понятие о том, о чем идет речь. И не надо говорить, что это вырвано из контекста. Нет, это так и есть, да. То есть человек говорит о том же, о правде, о справедливости и так далее. Я хочу спросить, на России, на России, вот эта цивилизация, которая там без году недели, 300 лет в лучшем случае, да, 302 года, да, и выдумали 302 года назад. Ну ладно, бог с ней, сколько ей лет. Давайте разберемся, а когда же она была олицетворением вот этой цивилизации, о правде, света, справедливости и все остальное. Сейчас он, наверное, начнет рассказывать о французской булке, хруст, да, и все остальное, все вот это самое. Ну, во-первых, французская булка не относится к российской цивилизации, она относится все-таки к французской цивилизации, у которой корни все-таки, наверное, на тысячу лет побольше, чем у российской. Вот, но это один момент. В тот же самый момент, когда дворяне хрустили булками, да, и, значит, с немытыми подмышками цепляли на себя грандиозное платье весом по 5 килограмм и букли, в которых тысячи вшей находились. Вот, но в то самое время, когда вот они наводили на себя вот этот лоск напудренный, который, видимо, нравится Арестович, я не знаю, откуда он взял вот этот вот блеск, лоск и так далее, этой цивилизации, напомню, что 98% вот этой вот самой цивилизации, восковицкой, которая потом стала русской, была в полном, жила в полном дерьме, в том самом дерьме, в котором сегодня живут та же русская, российская какая-то цивилизация, за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, ну и парочку там нефтегазовых поселков где-то там на севере. Все остальное, вот они как жили вот в войне, да, так они и сейчас, они живут под газопроводом или под трубопроводом, да, этого газа. У них нет газа. Ну это просто, чтобы понимать, что это за цивилизация. Там никогда не было правды. Они были всегда, знаете, спросите у любого образованного человека без эмоций, чем отличается Россия. И он вам скажет, самое первое, чем отличается Россия, это несвободой. Это самое первое. Это вот на несвободе, на рабстве, на холопстве построена вся вот эта цивилизация, на чинопочитании. Ему это нравится. И он это продуцирует на всех остальных, чтобы всем остальным это тоже понравилось. Это, конечно, ужас. Вы вспомните историю России, когда там была, ну скажем так, когда там была демократия, когда там была свобода. Назовите мне хоть один день. Я вам скажу, немножечко, немножечко было буквально пару лет при Ельцине. Вот за всю историю с 1721 года. А, при Ельцине и еще немножечко было при Временном правительстве. Опять я говорю, немножечко, относительно. Но это хотя бы могло каким-то образом напоминать цивилизационные какие-то процессы и хоть каким-то образом напоминать демократию. Понятно, оно ею не было. Но вот два вот этих кратчайших, буквально мигнувших вот такого вот эпизода на 302 года существования русской цивилизации, натянутых, это все. Но ему кажется, что это правда, свет и справедливость. Ну, правда, свет и справедливость, тогда получается, это когда вот московиты вырезали татар. Когда вот в 21-м году, в 23-м году русские вырезали тунгусов, да, тогда. Просто всех взяли и вырезали. Когда вырезали чеченцев и потом отправили их в ссылку, чертовой матери, да, вырезали. А потом, я имею в виду, вырезали еще при Шамиле. А потом, значит, уже после войны, второй мировой, отправили их куда подальше. Вот в этом, наверное, в ГУЛАГах проявлялась эта цивилизация. В концлагерях. В расстрелах 1905 года, наверное, проявилась эта цивилизация. Когда те, опять-таки, вот он говорит, Россия, это хруст там французской булки и так далее, и так далее. Напомню, 1905 год, хотя я не люблю там революции и все такое. Люди пришли к царю просто хлеба попросить, рабочие пришли попросить хлеба. Хлебушка у царя, царь-батюшка, говорят, дай нам хлебушка. У нас детки от голода пухнут. Царь-батюшка, значит, выходит на это самое, на зимний дворец. Ну, нифига себе, солдат, огонь. И солдаты, которые сами кровь и плоть от этой самой цивилизации, и ближайшие родственники, тех рабочих, которые к ним там подошли просить хлебушка у царя, они же не хотели царя скидывать, да, 1905 год, еще не хотели, да? Они их взяли и расстреляли. И такие же солдаты расстреливали потом бунт в Новочеркасске, в каком-то там, 61-64 году еще, вот, недавно. То есть, такие же люди вот создавали шарашки и там работали. Вот, видимо, в шарашках, если кто знает, это тоже интересный момент русской цивилизации, значит, они арестовывали инженеров, загоняли их в концлагерь и заставляли работать бесплатно на себя. Ну, действительно, какой смысл пойти к инженеру, когда его проще арестовать, сказать, что мы тебя расстреляем, чертовой матери, семью, сошлем куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь в Сибирь сошлем, как членов семьи врагов народа, а ты будешь на нас работать бесплатно, как раб, рабский труд, да, и лет 20 так будешь работать, и попробуй только пикни. И вот таким образом был создан там советский ядерный щит, советские многие программы и так далее, и так далее. Если кто-то думает, что при царях так было лучше, да, там вот не то, что демократии не было, тогда что, вышел барин на крыльцо, не надо, да, почесать, это мы не будем говорить, и смотрит, как, значит, порют пароли, холопа пароли перед барином, чтобы знали, значит, где хруст французской булки, где цивилизация, где совесть, где справедливость. Вот в этом, собственно говоря, вот в этой порке ежедневной и в пропаганде этой порки, это добровольная порка, от которой кайфует как тот, кого порит, так и тот, кто порит, так и тот, почему приказу пароли. Вот, вот в этом всем, вот этом клубке и заключается русская так называемая цивилизация. Это просто сплошное угнетение, сплошная несвобода, сплошная дикость и рабство. Но вот нашему Алексею Арестовичу все это вместе ужасно нравится. Да, но я еще один момент скажу, почему он это делает. По всей видимости, в Украине себя товарищ уже не видит. Вот, до ТЦК он так и не добрался. Мы знаем, что он два года упорно шел к ТЦК, он пытался его найти, где он только не пытался. Он его по Киеву очень долго ходил, искал. Потом он сбежал в США. Видимо, там он рассчитывал каким-то образом через посольство попасть в ТЦК, все-таки же дойти, добраться до фронта. Он же рассказывал какой-то там спецназ у нас и так далее, да. Вот, тоже не получилось. Сейчас говорят в Монако уже переехал, его видели там в Монако. Видимо, он как-то рассчитывал там встретиться с военкомом Борисовым. Как-то так я это все вижу. Ну, а теперь решил, что ну его нафиг тот ТЦК, не пойду я на фронт. Действительно, не царское это дело. Я теперь поеду на Россию, буду там карьеру делать. Но, надо сказать, может и не на Россию, потому что не зря он не просто так упомянул Беларусь. Так что вот батьки этого бульбофюрера Лукашенко поднапрячься.